здравствуйте друзья у нас молодой человек с украины спрашивает вот говорит он я по первому образованию врач медицинское образование но дальше он наткнулся на наш онлайновый курс вот у нас на русском языке бесплатно висит курс по тестированию программного обеспечения он его прошел он нашел работу тестером поработал год на одной работе потом перешел на другую удвоив свою зарплату то есть как бы человек очень точно следует так сказать тому алгоритму который был предначерта вначале этого все я только хочу сказать что как бы вам сказать наш путь который мы вот рисуем в тестировании это не путь к тому как проскочить там через заднее крыльцо куда-нибудь раз там и сразу и в дамке это не тот путь это путь быстрого начала работы по профессии с тем чтобы потом уже в ней развиваться это не то чтобы потом не развиваться проскочил сел и сидишь и все тебе хорошо не было никогда такой мысли даже но просто лучше быть в профессии там уже ведь у него за год зарплата удвоилась чтобы тебя зарплата удваивалась и чтобы у тебя навыки прибавлялись вот нежели ты просто сидишь и ничего не зарабатываешь или там пиццу развозишь и параллельно учишься но есть же разница между возить пиццу и навыки набирать или работать по профессии и навыки набирать две большие разницы так вот он занимается ручным тестировать и мало того у него есть еще идея как бы иммиграционная в голове то есть он говорит что через пару лет он начнет искать работу в соединенных штатах потому что он поступил на компьютер сайенс и он через два года у него уже будет диплом о высшем образовании как программиста то есть он учится заочно для получения рабочей визы это не является ограничением но как бы навыки да вот чему там можно научиться в программировании допустим заочно хотя понятно что кому-то это будет легко кому-то это будет вообще невозможно это зависит уже сильно от человека и от того где он учится тоже зависит так вот мы обсуждаем как бы такой не столько даже план жизни сколько стратегическое направление в развитии молодого человека значит он говорит через два года у меня будет диплом диплом позволит ему формально претендовать на рабочую визу то есть это значит что если в сша найдется компания которая захочет его взять то никто ей не помешает его взять то что сегодня например этой компании там компетентные органы скажут а почему бы молодого человека вы не получить образование по специальности как требуется в этой ситуации поэтому значит задача найти работодателя конечно остается с другой стороны мы понимаем что или через месячишка другой или там через полгодика во всяком случае через два годика так точно уже пройдет вот эта вот реформа с рабочими визами и то что сегодня их там 65 тысяч это это недолго продлится то есть там речь шла о том чтобы удвоить и утроить поэтому может быть намного проще будет может быть в течение всего года можно будет искать находить работу получать эту визу я прекрасно помню время когда это было реальностью вот вот то что сейчас как мечта было был период времени когда был интернет бум и конгресс на пять лет на пять лет увеличил вот эту квоту поэтому как бы в течение пяти лет уже на самом деле в конце пяти лет уже не надо было просто рецессия началась но тем не менее вот эта квота была 200 тысяч год там был не 65 так вот наверное у него как бы в этом плане проблем-то особых не будет я надеюсь но что молодой человек значит спрашивает он говорит так что мне делать оставаться мне в ручном тестировании второе может быть мне разобраться с автоматическим тестированием автоматизированным тестировать или говорит он может быть мне вообще в программисты как-то уйти вот если так получится в программисты может быть не программисты значит что тут сказать на самом деле ответ очень простой и ответ такой значит если ты этим занимаешься то процент и не только эти вообще чем бы ты вообще в жизни не занимался ты спрашиваешь себя значит где я могу приложиться по максимуму своих сил талантов возможности это далее по максимуму не по минимуму а по максимуму по минимуму вы должны были бы остаться в ручном тестировании и радоваться того какой у вас замечательный возврат на инвестирование практически ничего там бесплатный курс посмотрел там два притопа три прихлопа раз и в дамках да значит вроде положил чуть-чуть а получил сразу много в пропорции на это чуть-чуть вот дальше так не получится значит дальше надо будет много приложить и в общем может быть не так не такой разительный контраст будет но вопрос чем делай по максимуму если ты можешь стать программистом тем более молодой парень тем более врач то есть как бы уже с образованием мозги работают ну как бы к серьезную профессию получил ё-моё это же не это ну врач врач это же не там я не знаю сколько 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 всего вызубрить надо было мое понимание врача я не знаю может сейчас по-другому учат врачей но так все-таки серьезная работа ответственно поэтому а чего тебе не стать программистом то вот и тем более ты уже в индустрии ты уже можешь той же самой компании например там перейти может быть программист а может быть другую пойти и может быть как начинающий программист вы не будете даже получать меньше чем допустим тестер у которого пару лет опыт вполне возможно что вы даже при этом не потеряете в деньгах это не значит что вы не пойдете искать работу в сша с рабочей визой что вы не будете ее искать как тестер но поработайте годик программистом и будьте тестером но вы будете уже совершенно другим тестером допустим как программист вы еще слабоваты на рабочую визу а вы пойдите как white box тестер вы скажете я был тестером я работал вот black box тестирование я работал вот white box тестирование и этот код который вы писали так вы скажете что вы его тестировали но вы же его действительно тестировали с дебаггером сидели знаете вот и скажете что тестировали и и это правда чисто потому что вот у нас тут говорят что 30 процентов времени программиста уходит на тестирование того что на программиру я я не знаю я думаю что у кого-то может и 10 минут не уходит а у кого-то может быть там половина времени уходит я не знаю Я понимаю, что это может варьироваться Но, безусловно, программист сам тестирует то, что он пишет И у него методы другие Скажете, что вы были whitebox-тестером На whitebox-тестера получить рабочую визу на порядок легче Чем, допустим, blackbox-тестеру получить рабочую визу Даже с автоматизацией Кроме того, понимаете, нету, на самом деле Нету такого разделения в природе На программиста и тестера Есть разделение на людей с определенной квалификацией Тестирование – это задача, которую ты решаешь Ты можешь быть программистом И у тебя может стоять серьезная задача по тестированию чего-нибудь И ты, как программист, будешь писать такие утилиты или программы Которые будут, например, тестировать Ты будешь работать с конфигурациями Ты будешь работать, например, с созданием какого-то трафика Который будет гонять сервера, бэкэнды и так далее Это программистские задачи Задача тестирования Может решаться как нажатием на кнопочки На клавиатурке А может решаться, допустим, путем написания чего-то такого в коде Поэтому Это просто задача другая Вот, например, знаете, вот я когда смотрю там на институт связи, где мы учились И там все на свете было разбито по кафедрам Знаете, вот кафедра там, линейные цепи Одна кафедра, нелинейные цепи Другая кафедра Там радиосвязь Туда, значит, там проводная связь Сюда Автоматическая коммутация Там еще чего-то, еще чего-то И вот все на свете там поделили и так далее А вот во времена, например, там, я не знаю, Архимеда Вообще такого понятия даже не было на части бить Вот был некий мир Вот была природа И вот все науки были о природе И те люди, которые там были учеными по природе Они были и физиками, и химиками, и математиками, и биологами, и еще и философами И они все Потому что мир един То же самое вот, если мы смотрим на технологии и так далее Там масса всего есть Там не только программируют Там же надо и конфигурацией заниматься И релизы надо делать и так далее И если вы посмотрите на такого обычного, нормального, добротного программиста Он вам и релиз сделает Ну, потому что жизнь такая, если надо Он вам там конфигурирует что-нибудь С базы данных поработает там, как админ, если надо Слава богу, это как бы не приходится часто делать Но я просто к чему говорю Есть цельный мир И ты в этом мире И ты говоришь себе, я не тестер Вы не говорите себе, я тестер Вы говорите себе, я человек, который занимается компьютерными технологиями Что надо, сделаем автоматизацию Сделаем запрограммировать что-нибудь Сделаем отконфигурировать Сделаем Да что надо, все сделаем Конечно, есть специализация Безусловно То есть сегодня уже такой уровень развития этого всего Что надо специализировать Иначе ты будешь плохим тестером Плохим программистом Плохим там сисадмином Плохим там database администратором Одновременно Вот будешь сразу плохим во всем Потому что как только ты начинаешь специализироваться Ты становишься лучше в одном И, допустим, у тебя уже нет времени на другое Вот и все Поэтому, значит, сегодня, вот скажем С точки зрения рабочей визы Значит, вас хотят видеть специалиста Относительно узкого В чем-то сложном В чем-то, что требует для освоения Не послушать лекции Миши Портнова 20 часов на русском языке Этих лекций А требует, может быть, очень усиленные работы В течение гораздо более продолжительного времени Требует некие таланты Которые, может быть, не у каждого человека есть Или не у каждого человека можно развить До уровня профессиональной работы Профессиональной деятельности Что правда тоже Не каждый может И даже из тех, кто казалось бы может Не каждый в состоянии за разумное время Выйти на этот уровень Понимаете? Вот, допустим, если там за год, это одно А если за 10, то уже и не надо Может быть, я за 10 мог бы Но я не хочу 10 лет своей жизни на это тратить Никто не может себе позволить 10 лет жизни тратить на такую ерунду У него другие таланты Если он лучше в другом месте приложится Понимаете? Поэтому Вам дают рабочую визу За то, что вы специалист Достаточно высокого класса В какой-то Достаточно, может быть, узкой области Автоматическое тестирование Само по себе Очень сложно Отделить от Программирования Я не хочу сказать Программирование на уровне Там, скажем, девелопера Который работает в коллективе И который там создает Программный продукт Не дай бог, конечно Об этом речи нет Но Человек, который там на одном языке На двух, на трех, на пяти Когда уже там два, три, четыре, пять Уже не важно сколько Двадцать пять Или сколько этих языков Значит, если ты умеешь это делать Как бы ты понимаешь Как машину водить Вот я сижу там за рулем Лексуса Но я могу сесть в Форд Я могу сесть там, я не знаю В Крайслер Куда хочешь, могу сесть и поехать Может быть, мне пятнадцать минут будет неудобно Я должен буду приноровиться Вот и все Поэтому, значит Но если ты тестер Да, вот Программного обеспечения Тестировщик, как вот говорят там Некоторых местах Значит А чего к тебе не написать Какой-то кофе там Не знаю там Какой-нибудь фигуре Почему ты на Сиквале не можешь там Написать Почему ты не можешь написать там На PHP или Python Или там Perle Или там, я не знаю, на Java Это что? Я серьезно говорю Это же не требует Ну то есть практически Вообще мозгов никаких не требует Ноль Понимаете? Ноль Вот любой человек, который это делает Он вам скажет Послушай, на том уровне На котором тебе это нужно Для тестирования Это можно освоить за пару недель Не перенапрягаясь вообще Ну за пару недель Так базу получил там И пошел там тренироваться А пока тренировался уже Рос, 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 рос И может быть, я уже и в программистах Обнаружил через годик-другой Так у тебя пошло И так тебе понравилось Ну что ж тут такого Поэтому Не разделяйте Тестирование ручное Тестирование автоматическое Там кодирование Там еще Это все В одном и том же мире состоит Люди, которые себя Говорят Я вот, знаете, ручным тестированием Это как гроб Взять и вот Крышку положить на себя сверху И гвоздики забивать Понимаете? Каждый год, который ты продолжаешь Заниматься ручным тестированием Ты еще один гвоздь себе В крышку забиваешь Потому что время идет А ты не растешь Вот и все Не имеется в виду Использовать Инструменты автоматического тестирования Ну язык программирования Может быть А почему нет? Очень много тестирования Автоматического Делается с помощью Просто языков программирования Без каких-то специальных инструментов Типа Селениум Или там QTP Поэтому, говорит, я в профессии Если ты в профессии Расти Если ты в профессии Ты каждый год должен Набраться этого, этого, этого Десятого, двадцатого Я ребятам говорю Что если ты полгода проработал И ты за полгода не стал круче Ничего не произошло за полгода С точки зрения роста квалификации Беги оттуда Беги Это не важно Как тебе там комфортабельно У тебя там зарплата хорошая У тебя там, я не знаю Бенефиты замечательные Тебя там не трогает никто Беги оттуда Как угорелый Несись Потому что потом Потом хуже будет Понимаете? Из такой компании Главное вовремя смыться Потому что если там Пересидишь Потом уже Не уйдешь никуда Понимаете? Это слишком Слишком дорогой комфорт Так что Это как, знаете В Незнайке там был Если кто читал Конечно, не знаю В приключениях Незнайки Вот там был остров дураков Они там Ходили в кино Ели мороженое Там веселились Веселились И потихонечку В ослов превращались Знаете? А из осла уже в люди сложно От обратного хода Это нету Понимаете? Вот Так что Такой вот ответ Молодому человеку Значит Я, собственно Повторяюсь Потому что Я постоянно говорю Что Надо отдавать От себя по максимуму Если ты хочешь получить что-то Отдавай Не фокусируйся на том Чтобы получать Фокусируйся на том Чтобы отдавать по максимуму Тогда получишь по максимуму Если будешь фокусироваться на получать Ты никогда не получишь толком Не отдашь толком И так и будешь Вот между Там небом и землей Болтаться С фальшивыми целями Отдавай больше Вот и все Тем более, что я Мое понимание Того, что я себя Молодой человек представляет Это колоссальный потенциал То есть Ребята, вы представьте Он уже врачом стал Потом освоил новую профессию Пусть даже Там она Не безумно хитрая Но это же другой мир совершенно Абсолютно другой мир И он там Ему раз через год Вдвое зарплату подняли Он молодец Он все может Он может абсолютно все Вот все, что он скажет себе Я хочу Вот это Вперед Он все может У него все получится Единственное ограничение Которое у него есть Это то, что он себе в голове Их там поставил Если поставил Вот и все Так что Может быть он когда-нибудь Там вынырнет Где-нибудь Или как там Тестер Или как программист В мире Там медицинских технологий Может быть он для Медицинских исследований Или там для госпиталей Или для страховых компаний Которые Здравоохранением занимаются Может быть он Вынырнет там И В том или ином качестве То есть он соединит вместе Одну профессию Другую профессию У нас есть Тут несколько компаний На местности Вот прямо Вот там Где мы с вами сейчас едем То что вот вы видите Там У себя на экране Вот прямо тут Есть У меня список 50 компаний Которые занимаются Медицинскими технологиями Биотехнологии Фармацевтические И так далее И Вот они постоянно У нас там Подгребают Бывших врачей Микробиологов Биохимиков Потому что Чтобы тестировать То что они там делают Надо понимать предмет У нас есть Преподаватель Яна Мурза Если вы пойдете На наш сайт Не сайт Наш Веб-сайт На английском языке У нас есть Портновскул Называется Ютюб Там бла-бла Портновскул канал И она там читает лекции По agile тестированию По Тест документации Она очень интересная женщина И она В частности Она к нам пришла Она фармацевтом была То есть она работала В микробиологических исследованиях И у нее Первая работа Была в компании Алза Это громадная Фармацевтическая компания И у нее было 4 часа интервью Из которых 3 часа Ее гоняли По микробиологии И только час По тестированию Вот это была Ее первая работа А сейчас Она уже там Очень крутой Автоматизатор Там и все дела И так далее Поэтому Это тоже может быть Вот Как бы очень Удачное приложение Потому что Есть люди Которые Как бы хорошо Они не знали Компьютерные дела Курят Зараз Какая Так Я должен остановиться Я извиняюсь Курят 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 Курят